На собственном опыте я знаю, что в компаниях, в которых создаются IT-продукты, дизайн, рекламные коммуникации, в таких командах принято много и открыто говорить и обсуждать свои идеи, работу, оценивать работу коллег и так далее. И отношения в этих командах очень открытые, но при этом, чего скрывать, часто довольно эмоциональные. И поэтому в этих командах не всегда просто прийти к договоренности с первого раза. И иногда мы тратим на то, чтобы договориться о том, как делать наш продукт, примерно столько же времени, сколько и на то, чтобы придумать, а что мы именно делаем и почему. И вот понимая специфику таких команд, понимая, как именно устроена коммуникация внутри этих команд, мы вместе с Британской высшей школой дизайна решили сделать специальный курс, чтобы помочь этим людям научиться договариваться внутри. И, собственно, курс ровно так и называется «Навык договариваться в продуктовой и творческой команде». Вы научитесь делать так, чтобы в команде вы в целом достигали договоренностей, во-первых, быстрее, чтобы меньше чуть-чуть сидеть в переговорках, во-вторых, чтобы вы научились договариваться не вообще до чего-то, до чего смогли договориться, а до какого-то хорошего и полезного, в том числе для продукта или вашего проекта результата. Обязательно расскажем о том и научим тому, как вести себя в сложных ситуациях, как вести себя в конфликтных ситуациях, как реагировать на что-то, на что вы, может быть, не были готовы, как отвечать на вопросы, к которым вы не были готовы, как выходить из сложных ситуаций в команде так, чтобы вы не страдали ни проект, ни отношения. Хочется научить договариваться, несмотря на разницу во мнениях, в профессиях, в навыках и в углах зрения. Приходить к общему решению, к общему знаменателю, учитывая все мнения с разных углов, а не отбрасывая их как ненужные. Мне очень хочется, чтобы после того, как вы пройдете этот курс, вы вернулись в свои команды и, правда, каждый день на работе получали от совместной работы своей команды намного больше удовольствия и намного больше радости. Продолжение следует...